Вообще любой человек во сне несколько раз просыпается. Это совершенно нормально. Главное, чтобы он обратно заснул быстро. Действительно, во сне в полтора раза быстрее шлаки выводятся из мозга, чем бодрственнее. Каждый день я лечу людей с нарушениями сна. Снотворные я выписываю очень редко. Если умеренно кушать, то это будет полезно для сна или вредно перед сном. Оказывается, полезно. Человек выбирает эти подушки, тратит массу денег, потом убеждает, что он не зря эти деньги потратил, и лучше спит. Ты, пожалуйста, попротив. Если у вас нет психологического комфорта, вы хоть эти очки желтые носите, хоть весь вечер, который фильтрует синий свет, все равно вы не заснете. Было отмечено положительное влияние регулярного просмотра сериалов в семьях. То есть, когда не один человек, вот семью собираются, смотрят на уровень тревоги. По хроническому бессонницу, просто какую-то таблетку успокоительно не вылечить. Потому что это уже образ мышления. Здравствуйте, друзья! Те, кто смотрит наш канал постоянно, знают, что сон возникает в интервью с самыми разными специалистами очень часто и входит в топ-3 факторов и здоровья, и красоты, и когнитивного здоровья, психологического, эмоционального и так далее. Наш сегодняшний гость, сомнолог, ученый, практикующий доктора Михаил Полуэктов опроверг в этом разговоре много утверждений, которыми мы с вами руководствуемся. Михаил Горьевич, здравствуйте! Здравствуйте, Яна! Если мы приоткроем завесу немножечко, и посмотрим на этот процесс сна, мы знаем прекрасно, что есть фаза медленного сна, есть фаза быстрого сна. Можете нам рассказать, чтобы мы просто понимали, чем отличаются эти стадии и какие процессы в них происходят, за что отвечает тот и другой сон? Когда человек наконец-то собирается заснуть, ложится, закрывает глаза, мы в это время проводим, например, исследование сна, у нас есть специальные компьютеры, которые позволяют нам увидеть, как изменяется вот эта деятельность мозга по мере засыпания. Мы видим, как постепенно замедляются ритмы на электроэнцефалограмме, и человек из состояния бодрствования, это, скажем, такая верхняя активная часть, переходит в первую стадию сна сначала. Первая стадия сна – это такая дремота, такие грёзы. Это вот, как, знаете, студент сидит на лекции, там голос лектора всё дальше и дальше отдаляется от него, студент сладко задрёмывает, потом что-то падает, он встрепенётся и проснётся. Это вот такое грезоподобное состояние, это первая стадия сна, самая коротенькая, она занимает буквально несколько минут, 3-5 минут. Потом человек достаточно быстро переходит ко второй стадии сна. Вторая стадия сна – это такой очень большой кусок сна, она занимает, ну вообще, если взять весь сон, где-то 50% времени сна занимает вторая стадия сна. Это всё мы говорим про медленный сон, так называемый. Почему он медленный? Не потому что медленно наступает, а потому что в это время на электроэнцефалограмме, вот когда мы наблюдаем за этим сном, там вот такие вот медленные волны отмечаются, бодрствия у них не должно быть. А во сне – это норма, и чем их больше, тем лучше. Вот потом наступает вторая стадия, в это время уже человек спит по-настоящему. В это время до него трудно достучаться, трудно его разметить. Это вот этот медленный сон. Это всё в части медленного сна. Медленный сон, он как бы по своей глубине делится на первую, вторую, третью стадию. Это всё медленный сон. И вот основную часть медленного сна и вообще всего сна составляет вот эта вторая стадия. Это такой средний сон. Он и не хороший, и не плохой. Он не самый лучший, не самый глубокий. И в то же время это настоящий сон, когда организм всё-таки отдыхает. Но через несколько десятков минут уже медленного сна человек заныривает ещё глубже, и у него начинается самый лучший сон. У нас это называется дельта-сон, когда на электроэнцефалограмме мы видим вот такие просто огромные волны медленные. Это значит, очень хорошо человек спит. Это третья стадия медленного сна. И вот в это время происходит наилучшее восстановление организма. То есть вот так по ступенечкам человек достаточно быстро, буквально за 20 минут обычно в первой части сна спускается в этот дельта-сон, и там очень хорошо, глубоко спит. Если в это время его попытаться разбудить, его очень трудно разбудить. Вот ребёнка ночью, когда пытаются разбудить, высадить на горшок, да, он не понимает, что происходит, потому что он прямо вот в этом очень глубоком, очень хорошем сне находится. То есть чем больше третьей стадии сна, тем лучше для всех. Это самый такой восстановительный сон, да. И за него-то мы стараемся бороться во сне. И вот наступает этот медленный сон глубокий, точнее продолжается этот медленный сон до третьей стадии. Какое-то время идёт самый глубокий сон. А потом он заканчивается, и заканчивается он странным образом. Происходит резкий переход в другое состояние, вот из медленного сна в быстрый сон. Мы это на графике рисуем, как выход наверх на уровне бодрствования, почти. Но в это время человек всё равно спит, но его мозг работает так, как будто он бодрствует. И вот тогда-то он видит сны обычно. То есть у него внезапно активируется вот эта мозговая деятельность, и чего-то там он начинает себе придумывать. При этом мышцы его отключены. Это тоже такая особенность именно этой части сна, чтобы он во время переживания сновидений не навредил себе или окружающим. И происходит вот этот быстрый сон. Этот быстрый сон длится обычно 10, 15, 20 минут первый раз. А потом всё повторяется. Снова он из быстрого сна переходит в первую, во вторую, третью стадию, и снова в быстрый сон. И вот удивительное свойство именно состояния сна, оно заключается в том, что повторяются вот эти переходы всё глубже-глубже, потом снова наверх состояние сознания. Вот это одна из загадок на самом деле, которую до сих пор не могут учёные разрешить. А зачем так нужно? Почему вот человеку или там животному просто не заснуть постепенно, в течение ночи всё глубже-глубже спускаться, отоспаться, а утром проснуться и пойти дальше, да? Почему обязательно надо вот так вот крутить вот эти вот циклы сна, повторять в течение ночи 4-6 раз вот это вот чередование первой, второй, третьей стадии медленного сна и фазы быстрого сна. И причём эта цикличность сна, она очень чётко фиксирована по времени, это где-то полтора часа. Вот удивительно, зачем так нужно? Потому что другие состояния сознания, которые мы знаем, кроме сна, есть же много других состояний центральной нервной системы. Есть кома, но это плохое состояние, есть состояние минимального сознания, вот у людей там деменции, когда они немножко понимают, что происходит, но не совсем. Бывают состояния трансовые, любимые всеми, это гипноз. Гипноз, да, гипноз. Это тоже особое состояние сознания, но это не сон совсем, да. И вот в этих состояниях нет вот этой повторяемости. Там неизвестно, что будет через час, через два. А во сне мы знаем, что будет через полтора часа. Будет то же самое. Вот это прям такая загадка, над которой я много размышляю и читаю, конечно, соответствующую литературу, и никто ещё, так сказать, правильным образом не разобрался с ней, не определил, для чего нужна вот это чередование. Вот так устроен сон. Во-первых, значит, есть вот это постоянное углубление сна, а во-вторых, это есть постоянное повторение вот этих вот одних и тех же стадий, первой, второй, третьей, быстрого сна. Есть какое-то распределение между вот как раз этими стадиями медленный сон и быстрый сон по тем системам, которые включены именно в этот момент? По функции, да. По функции, да. Да, есть некое такое консолидированное представление о том, что вот эта часть, первая, вторая, третья стадии медленного сна, они больше связаны с восстановлением тела, с восстановлением физических сил. И медленный сон вообще занимает большую часть сна, где-то 80% сна он занимает. Вот. И в это время происходит наилучшее восстановление всех вот частей тела, скажем так. Да, мышцы в это время растут или восстанавливаются, дети в это время растут. На самом деле было показано, что гормоны роста вырабатываются именно в глубоком медленном сне. Вот. В это время происходит накопление энергии прямо на уровне клетки, когда измеряли количество аденозин-трифосфорной кислоты. Это молекула, которая дает энергию всем клеточным реакциям, почти всем. Оказалось, что именно в это время происходит накопление количества аденозин-трифосфорной кислоты. То есть вот эта часть сна, она прям очень важна для того, чтобы восстановить наши физические силы. А вот быстрый сон, сон со сновидениями, по-другому его называют, рем-сон, сон с быстрыми движениями глаз, это одно и то же все. Да. А быстрый сон больше нужен для психики, потому что когда мы видим сновидения, у нас перерабатывается в это время какая-то информация в мозге, и она наилучшим образом либо запоминается, либо решаются какие-то проблемы, которые человек не мог решить в дневное время. Вот быстрый сон нужен для души, скажем так, для психики. То есть для тела медленный сон, для души быстрый сон. И тот, и другой важен, но медленного сна требуется больше. А вот эта функция мозга, о которой мы часто говорим на канале наши специалисты, что во время сна происходит некий аудит клеток, удаление каких-то ошибок. Это вот стадия медленного сна происходит? Да, это самая популярная теория. Скорее всего, здесь задействованы оба стадии сна, то есть каждая из них, так сказать, какие-то свои части этой работы выполняет. Но эта теория называется теорией синаптического гомеостаза. Она называется совершенно непонятно. О чём она говорит? Она объясняет, почему прям так обязательно, почему зашито это где-то в наших генах, вот эта обязательность наступления сна. И она объясняет это с точки зрения информационной теории, о том, как, собственно говоря, мы запоминаем какую-то информацию. Вот в течение дня всё время мы что-то новое узнаём, даже если мы этого не хотим. И постоянно, независимо от наших желаний, между нейронами устанавливаются связи. Больше, 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 больше. И вот если бы это происходило всё время, то в итоге нейрон бы этими связями оброс и не смог бы их поддерживать и погиб. Потому что каждая связь требует определённого количества энергии, определённого количества питательных веществ. Вот эти вот синапсы должны, так сказать, для их поддержания иметь. И просто нейрон в какой-то момент бы погиб, и наш мозг стал бы атрофироваться, уменьшаться. И, по-видимому, для того, чтобы поддерживать работоспособность, вот прямо прошит вот этот механизм выключения от внешних стимулов, когда новая информация не поступает. И тогда наш мозг начинает заниматься внутренними делами, как раз вот этим перераспределением вот этих связей. То есть вот в течение дня мы получили некую информацию. Одна часть этой информации была совсем новая. Это значит, новая связь установилась. Другая информация, она просто подтвердила то, что мы и так знали. Это значит, что та связь, которая была, она стала сильнее, крупнее. Третья информация в течение дня оказалась невостребованной, и связь, видимо, стала потоньше, так сказать, относящаяся к третьей информации. Но в целом нейрон как-то всё равно должен больше напрягаться, чтобы поддерживать вот этот массив информации, который ему в течение дня был заложен. И что происходит во сне? Когда отключается от внешнего мира человек, и не только человек, происходит каким-то непонятным образом перераспределение этих связей, так, чтобы понижается, ну как бы, градус, что ли, понижается их активность, но понижается пропорционально как раз вот важности той информации, которую в течение дня человек получил. Вот если он какую-то связь новую установил, она оказалась важной, значит, она останется. А вот если он связь установил новую, но в течение дня она потом ни разу не была подкреплена, то может она и рассосётся потом, да, чтобы лишнюю энергию не тратить, да. А вот, может быть, какие-то воспоминания оказались важны в этот день, да, и вот они снова и снова, так сказать, включались, да, и значит, эту связь надо сохранить. И происходит вот это перераспределение энергетических потоков. Общее количество энергии снова снижается, которые уходят на эти энергетические потоки, а их, может быть, взаимное, как бы, отношение, кто-то посильнее становится, какая-то связь послабее. Но в итоге наутро после сна человек приходит в мир с таким же количеством связей, с каким он был сутки назад. Это и есть гомеостаз. Гомеостаз – это значит поддержание постоянности в среде. Это вот как сахар уровня, так сказать, там, чего угодно в организме. Поддерживается одно и то же показатель. И количество связей тоже в нейронах. Красота требует ума, особенно после 40 лет. Помните, как Шанель говорила? И учёные это подтверждают. Внешний облик человека – показатель нашего психологического и физического здоровья. Состояние наших систем, органов, начиная от ЖКТ и кожи, заканчивая ансамблем гормонов и нейромедиаторов. 15 сентября в Москве пройдёт уникальное экспертное событие на тему «Красота требует здоровье. Практические инновации антиэйдж», которые организует Университет образовательной медицины, на котором я проведу круглый стол с интереснейшими гостями и спикерами. В рамках этого дня интереснейшие лекции, живое общение со спикерами и ответы на вопросы Владимира Дадали, Ольги Апреликовой, Андрея Гострова, Ольги Лобко, Елены Орловой и других преподавателей университета, лидера онлайн-образования в России в сфере нутрициологии и хеллс-коучинга. Со многими преподавателями университета вы видели интервью на моём канале. Это топовые специалисты в России в сфере превентивного здоровья и качественного долголетия. Мероприятие открытое для всех, кто хочет прежде всего для себя почерпнуть актуальные подходы и новые знания из первых уст о том, как сохранить активность, гибкость тела и ума, как сохранять молодую энергию долгие годы, о технологиях и продуктах красоты, антиэйдж питаний, что и входит в понятие красота зрелого возраста. Полная программа этого дня в Университете образовательной медицины по ссылке в описании к этому видео. Если вы не в Москве и не сможете очно быть 15 сентября, то можете присоединиться онлайн. Также, как и все, вы получите полезнейшие тесты и антиэйдж-гиды с рекомендациями ведущих специалистов Университета образовательной медицины. А если у вас получится быть очно на этом мероприятии 15 сентября, то вы поучаствуете в розыгрыше обучения в Университете. Выбирайте ваш формат участия по ссылке в описании к этому видео. В любом случае он сделает вас более здоровыми, уверенными и человеком не только с интересным прошлым, но и с ярким, впечатляющим будущим. Здоровье – это выбор прямо сейчас. Настоящее нарушение сна, ну, наверное, где-то только у 10% в сумме людей в общей популяции встречается. Все-таки по нашим медицинским критериям, нарушением сна считается то, что случается 3 раза в неделю. Значит, они подпадают под критерии нарушения сна. То есть то, что называют бессонницей, по-научному инсомния, либо когда человек долго засыпает, либо когда часто просыпается, либо когда просыпается утром слишком рано и не может заснуть. Все это варианты бессонницы. И действительно, если обсуждать причины развития бессонницы, какие самые частые в нашей популяции, это стресс, стресс, стресс. Поскольку мы живем, ну, не то что в условиях постоянного стресса, это уж кому как повезло, да. Но многие люди действительно очень напряженно работают, постоянно они вынуждены поддерживать вот этот контроль над ситуацией, им нельзя расслабиться, нельзя утратить контроль над производственным процессом, над семьей, над собственным видом, еще над чем-то, да. И они не замечают, как вот это вот внутреннее напряжение, оно потом фиксируется и остается с ними на постоянной основе. В принципе, это называется синдромом менеджера вообще-то, да. Это менеджер, человек, который на работе напряжен, все время все контролирует, домой пришел, и тоже напряжен, и все контролирует. И ночью он проснулся, и тоже напряженно все контролирует. Но есть действительно большая еще группа людей, которые сами себе портят сон, потому что они ведут себя несовразно правильным правилам сна, да. То есть они нарушают гигиену сна. Об этом мы, наверное, тоже поговорим, когда будем говорить о том, как наладить сон, да. То есть есть вот эти правила, все их знают, мало кто соблюдает, а кто их совсем не соблюдает, вот они-то имеют нарушение сна. И вот к этим, кто не соблюдает правила гигиены сна, относятся в основном молодые люди, подростки, молодые, взрослые, да. А третья группа – это пожилые люди, да. Они плохо спят и потому, что они не соблюдают правила гигиены сна, но и просто потому, что у них много других уже болезней накапливается, которые сами по себе тоже нарушают сон. Это уже третья группа подверженных нарушениям сна. Они на пенсии, им не надо рано вставать, не надо ложиться в одно и то же время, они так валяются в постели побольше ночью, да и днем тоже поспотребляют. То есть у них нет такой усталости, после которой хочется так полноценно адаптироваться? Они не накапливаются, вот это давление сна так называемое. Это достаточно распространенная причина. Но к этому еще добавляется, конечно, много других факторов возрастных, когда накапливаются еще и другие болезни. Есть люди, которые, например, быстро засыпают, в моем случае, но просыпаются среди ночи. Значит, нарушение какой-то части сна, которое связано как раз с таким психическим восстановлением. Есть люди, которые, наоборот, долго не могут заснуть и потом засыпают. Это вот как-то связано с нарушением именно какой-то конкретной части сна? Вообще любой человек во сне несколько раз просыпается. Это совершенно нормально. Правда. Главное, чтобы он обратно заснул быстро. И мы, врачи, когда оцениваем, нормальный это сон или ненормальный, мы учитываем время бодрствования после этого пробуждения. Вот любой может, и вы, и я можем вспомнить, что вот, например, ночью, когда мы переворачиваемся в постели, мы глаза можем приоткрыть немножечко, зафиксировать окружающее и снова заснуть. Это секунды занимает. Это пробуждение настоящее. Но это не считается совсем. Мы, врачи, считаем всерьез эти пробуждения, если они занимают три минуты или больше. То есть, да, это уже серьезно. Это уже говорит о том, что мозг в это время включился уже в настоящую такую вот бодрствующую кондицию. И он не должен этого делать, потому что ночь. И вот в норме максимум одно такое пробуждение должно быть трех минут. Если их больше, это значит, что-то не так в организме, значит, этот механизм работает не так правильно. Вот это первое, что можно сказать о норме пробуждений внутри сна. Существует норма засыпания. Все-таки нормальным временем считается засыпание до 15 минут. То есть, если человек полчаса засыпает, это уже неправильно. Если он три раза за неделю полчаса засыпал, да, три ночи, у него есть бессонница, у него есть медицинский диагноз. Так что не нужно рассказывать, что кто-то засыпает там по часу или по два каждую ночь. Но все-таки в абсолютном большинстве случаев такой здоровый человек засыпает за три минуты, за две, но не за пять даже. То есть, обычно засыпание происходит очень быстро. Это еще одна норма. И важна, конечно, норма общей продолжительности сна. Потому что все-таки должно быть минимальное количество, которое даст восстановление, даст организму восстановиться. И пройти всем этим стадиям в полной мере. Да, прокрутить все эти стадии зачем-то, чтобы добиться наилучшего восстановления. И вот есть международные рекомендации, которые были выпущены в 2015 году, не так давно, когда собирались прямо мировые эксперты, долго с собой совещались. И вот они установили, что для взрослого человека рекомендуемое время сна должно составлять от 7 до 9 часов. Пожилым людям чуть меньше можно спать. У них потребность сны немножко уменьшается. У них норма не 7-9, а 7-8 часов. То есть, есть эти показатели. И получается, что сначала мы должны понять, а вот нормально это сон или нет. То есть, если человек засыпает быстрее, чем за 15 минут, это нормально. Если ночью один раз проснулся, тоже нормально. Если спит 7-9 часов, тоже нормально. Вы уже сказали, что есть группа отклонений, которая общим словом называется бессонница. Да, это болезнь. Бессонница – это болезнь. Есть только два вида бессонницы. Так называемая острая бессонница, или стрессовая, и хроническая бессонница. Есть очень четкое разграничение этих двух бессонниц. Это три месяца срок. Вот считается, что какой бы стресс с человеком ни происходил, если этот стресс случился и закончился, то не может пройти больше трех месяцев так, чтобы человек об этом еще помнил, чтобы организм еще реагировал на этот стресс. Уже все последствия этого стресса за три месяца должны уйти полностью. А если прошло уже три месяца, значит, стресс не виноват, значит, что-то не так в самом организме. Это уже хроническая бессонница. Это разделение почему важно? Оно выводит нас, врачей, на правильное лечение этих заболеваний. Вот когда человек в стрессе, вот в эти первые три месяца, когда его трясет, когда он не может так думать о чем-то неприятном, вот тогда нужно смело его, вот этот стресс глушить, там, клетки назначать, психотерапией заниматься, бросить все уехать, на Бали отдохнуть. Это прошло. Надо торопиться, да. А когда бессонница хроническая, это уже идет, там, пять месяцев, год, два, ну, уже деваться от нее некогда, уже перестраивается само мышление человека, само восприятие. Он привыкает не спать. Он уже, когда идет в спальню, думает, ну, вот, опять я не засну. Или когда он пытается заснуть, он думает, ну, вот, я же должен заснуть, я же вчера не заснул. А хроническую бессонницу просто какую-то таблетку успокоительную не вылечить, потому что это уже образ мышления. И вот сейчас главным методом лечения хронической бессонницы признана так называемая когнитивно-поведенческая терапия. Это определенная практика, когда человеку рассказывают, почему он плохо спит, потом ему дают задание, он его выполняет, да, вот, сам убеждается, что эта штука работает, да, потом снова следующий блок информационный, следующее задание. И вот так, шаг за шагом, он его, как бы, выводят из этого состояния зацикленности на проблемах своего сна. Вот при хронической бессоннице на первом месте сейчас находятся такие психологические техники. А можете какой-нибудь пример привести вот таких заданий? Какие, например, какого рода задания могут тебя выводить из этого состояния? Ну, вот, есть такие стандартные ловушки, что ли, сознания, вот, то, что мы называем как раз дисфункциональными убеждениями. Например, вот, человек плохо спящий считает, что раз он плохо спит, значит, ему нужно больше времени на сон уделять. Значит, он уже ложится спать и проводит в постели не 7 часов, например, а 9 часов. Потому что он рассчитывает, что да, он плохо поспит, зато в сумме он наберет вот за эти 9 часов, ну, достаточно сна, чтобы восстановиться. Это ошибка, потому что в это время его сон становится более поверхностным, он как бы размазывается еще больше, и от этого его сон становится еще менее качественным, и он еще больше страдает. То есть он не заныривает туда, на те глубины, про которые вы говорили. Да, и вот одним из методов лечения является, наоборот, ужесточение вот этих рамок сна. Режима, да. Это одна из задач, которая ставится в процессе этого лечения, когда мы, наоборот, сокращаем время пребывания с постели до 6 часов. Говорим, вот эту неделю, пожалуйста, ложитесь в 0 часов, вставайте в 6 часов по будильнику. Да, да, вы будете хуже спать все равно, потому что у вас нарушение сновы, и эти 6 часов, конечно, не проспите, но вы почувствуете, что вам станет легче. Действительно, сон как бы загоняется в активной рамке. Еще распространена рекомендация, которая входит в эту программу, избегать дневного сна. В принципе, для здорового человека, для молодого особенно человека, для ребенка дневной сон – это очень хорошо. Для человека, у которого уже есть какие-то проблемы с ночным сном, дневной сон – плохо, потому что как работает вообще появление вот этой потребности в сне? В течение дня в нервной системе накапливается определенное вещество, которое усиливает тенденцию ко сну. Чем дольше мы не спим, тем больше его постепенно-постепенно накапливается, и вечером его много, и это помогает нам засыпать. А что будет, если человек поспит дню? У него резко уменьшится это количество этого вещества, потому что оно во сне перерабатывается, и он уже к вечеру придет с меньшим давлением сна, так называемым. И вот в рамках этой терапии как раз одним из заданий будет исключить полностью дневной сон, даже если очень хочется. И человек с удивлением обнаруживает, что вот когда он это сделал, потом к этому он добавил другую практику, третью практику – зафиксировать время укладывания, например, утром вставать в определенное время. И у него потихоньку сон начинает налаживаться. Всего у нас в книжечке написано 57 различных нарушений сна. По частоте встречаемости все-таки на первом месте в бессоннице это примерно 10%. На втором месте это так называемое апноэ сна. Странное название, неприятное. Но это вот храп. Это храп, и на фоне храпа случающиеся задержки дыхания. Ситуация нередкая. Это 5% популяции, это тоже очень много. Например, распространенность сахарного диабета в России 6%. Поскольку это происходит ночью, про это многие люди не знают. Чаще это состояние возникает у мужчин. Вообще мужчины чаще храпят, чем женщины, в два раза. Если человек начинает храпеть, о чем это говорит? О том, что воздух в дыхательных путях, его идет неправильно, неровно. И он заставляет вибрировать стеночки дыхательных путей. Чаще всего это бывает тогда, когда дыхательные пути сужаются. Почему они сужаются? Были широкие, а стали узкие. Главная причина – это избыточная масса тела – ожирение. Вот когда жир откладывается, он так по кругу в горле откладывается, и узенькие дыхательные пути становятся. Когда человек засыпает, у него мышцы расслабляются. Эти дыхательные пути такие становятся бялые, дряблые. И воздух, когда проходит, он их колышет. Да. За корнем языка чаще всего это и происходит, вот это залипание. Это происходит ненадолго, вот эти остановки дыхания. Потому что сразу же, как только это происходит, идет нехватка кислорода, мозг получает сигнал о нехватке кислорода, и он дает сигнал на эти же мышцы, чтобы они наконец-то занялись своей работой, чтобы они напряглись и раскрыли дыхательные пути. Обычно продолжительность такой задержки дыхания где-то около 20 секунд. Но если этих задержек дыхания много, то получается, что человек всю ночь, вместо того, чтобы отдыхать и восстанавливаться, он вот так вот скачет по этим горкам. У него то задержка дыхания, то восстановление, то задержка, то восстановление, и насыщение крови кислородом. То достаточное, то недостаточное. А это может быть смертельная история? Нет, все-таки до этого не доходит обычно, потому что всегда срабатывает очень мощный такой стимул в голове о том, что срочно просыпайся, там звонки все зазвонят, да, и человека прямо выбрасывает из этого сна. Но местно получается, что сон в это время не дает своей восстанавливающей функции в полной мере. Все равно восстановление происходит, но не полное, да. И при этом еще идет так называемая гипоксическая нагрузка. Нехватка кислорода приводит к определенным изменениям, прежде всего, в сердечно-сосудистой системе. И вот чаще всего вот с этим апноэ, с храпом, имеют дело, как ни странно, даже не лор-врачи к ним реже обращаются, а кардиологи, врачи, которые специализируются по болезням в сердечно-сосудистой системе, потому что вот эти вот ночные эпизоды задержек дыхания, и скачки изменения насыщения крови кислородом приводят к колебаниям артериального давления. Начинается стойкая такая трудноконтролируемая артериальная гипертония, и потом добавляются еще другие сердечные проблемы. Ну, а к врачу уже, к кардиологу человек приходит, когда у него уже есть эти болезни, но лет 5 уже как-то, но он их не лечил. И поэтому кардиологи, они прям очень насторожены на предмет наличия вот этих храп и задержек ДФА. На третье место я поставлю синдром беспокойных ног. Это неврологическое заболевание, то есть это настоящая болезнь. Сейчас считается, что это гены, что есть вот определенные гены, кому-то больше их достается, кому-то меньше, кому их много достается, у того развернутое заболевание. А у кого мало генов перешло от его родственников, он может почувствовать вот эти вот неприятные ощущения в ногах, но только несколько раз в жизни. Вот у женщин это бывает на фоне беременности, вот когда плод поедает очень много железа, в мозге не хватает железа, и вот тогда-то развивается этот синдром беспокойных ног. А потом после рода все нормализуется. То есть это достаточно частая ситуация. Вот считается, что эта болезнь связана с каким-то нарушением обмена железа в центральной нервной системе, и из-за этого в итоге, там через некий механизм, вот именно в вечернее время начинают появляться вот такие странные ощущения в ногах. Это не боли, это вот потребность ими двигать. То есть это так, вот такое, как ноги тоскуют, говорят, да. Вот хочется подвигаться. Почему это попало в расстройство сна? Потому что это возникает только вечером, есть такая особенность, да, и это мешает спать. Потому что вот человек ложится, да, расслабляется, думает час, я засну, и чувствует, что ему надо ногами подвигать. Он подвигает, ему легче встанет, потом он снова чувствует, что ему надо подвигать. Боже мой, как же с этим бороться? Даже с бессонницей легче бороться, мне кажется, чем с таким геном. Ну, все-таки это заболевание бывает разной выраженности. Бывает, что иногда человек только, или после усталости, после нагрузки чувствует это. Иногда бывает, что каждую ночь, конечно. Это лечится заболевание очень неплохо, есть разные варианты лечения, достаточно эффективно этим занимаются врачи-неврологи. То есть это вот три основных заболевания, с которыми чаще всего в такой вот общей врачебной практике, вот в обычной поликлинике врачи сталкиваются. А есть всякие интересные расстройства сна, которые случаются уже в определенных группах населения. Например, хождение во сне, лунатизм, снахождение. Скажите. Да. У взрослых не бывает снахождение. Точнее, бывает, но редко, скорее как исключение. Снахождение – это болезнь детская. Это обычно в возрасте где-то до 14 лет у детишек бывает. Вот сейчас считается, что снахождение – это такое вот… Нам достался, что ли, от животных такой неправильный подход ко сну, потому что у некоторых животных распространена способность мозга спать не целиком, а частями. Это было описано у дельфинов, во-первых, причем в Советском Союзе. Это открытие мирового абсолютно уровня было сделано в 70-е годы прошлого века. Что обнаружили ученые, что у дельфина, когда в определенное время, то одно полушарие работает, то другое. Сначала они подумали, что, ну, наверное, что-то там с датчиками у нас, да, стали перетыкать эти электроды там, топ подавать побольше, чтобы заработал прибор. А все равно дельфин показывает, что у него то с одной стороны сигнал идет, то с другой стороны сигнал головного мозга идет, когда эти исследования делают. А потом ученые поняли, что да, так дельфин спит. Вот чтобы не забывать всплывать на поверхность, чтобы доделать вдох каждый раз, да, вот дельфин приспособился спать то одной половине мозга, то другой. Это называется локальный сон. Потом вот этот локальный сон был обнаружен у огромного количества животных. Утки, кстати, имеют тоже, так сказать, способность спать то одной частью мозга, то другой. Вот, да, и снахождение фактически это вариант вот этого локального сна, неполного пробуждения мозга, что в какой-то момент вот незрелая нервная система ребенка, если ей приходится просыпаться, она может проснуться не целиком, а частью. С какими системами сон более тесно связан процессами, которые происходят в организме, да, и, может быть, их нездоровье провоцирует бессонницу или другие болезни сна? Ну, обычно как считается, что сон важен для здоровья, поэтому если не спать, то будут вот такие, такие, такие болезни развиваться, да. Я все время заинтересовался этим вопросом. Я вот собрал эту литературу, где проводились исследования, описывались, которые действительно доказали, что нехватка сна приводит к развитию вот конкретного заболевания. И оказалось, что вот реально научным образом доказано очень немногое. Что доказано? Что нехватка сна приводит к развитию артериальной гипертонии. Да, доказано, что давление повышается, если человек хронически не досыпает. Доказано, что нехватка сна приводит к развитию сахарного диабета. Да, тоже доказано. И самое, с моей точки зрения, интересное, что нехватка сна снижает иммунитет. Вот это важно было как раз во время этой пандемии ковида. Вот меня тоже часто давал интервью, поскольку были такие исследования, когда экспериментально вызывали вирусное заболевание у людей, просто закапывали в нос капли и ждали, когда заболеет этот студент, который почему-то подписался под это исследование, или не заболеет респираторной вирусной инфекцией. И там было четко подмечено, что у здоровых молодых людей в два раза отличалась вероятность развития ОРВИ, респираторной вирусной инфекции, после такого эксперимента, если они не досыпали. Вот те, кто спали 7 часов, там из них заболело, по-моему, 15%, а те, кто спал 5-6 часов, из них заболело 30%. Причем это здоровые совершенно люди. То есть сон для иммунитета прям очень важен. И с моей точки зрения, это прям очень существенно. Люди должны на это обращать внимание. У нас из группы был вопрос, что, например, не удается заснуть, как бы не хотелось, не удается заснуть раньше 2-х часов ночи. А просыпается человек в одно и то же время. Ну там, например, в 8 часов утра. Хотелось бы заснуть, не получается. Что делать? Что делать? Ну, может быть, это все-таки человек такой особенный, человек-сова. Вот может быть. И у него биоритмы установлены таким образом, что ему надо засыпать в 2 часа ночи, а просыпаться в 2 плюс 7, соответственно, в 9 часов утра. Если бы он смог себе это позволить по своим социальным обязательствам, то он бы жил хорошо и был бы счастлив. Это маловероятный сценарий, но мы с таким встречаемся. Чаще всего мы встречаемся с этим сценарием у подростков. Вот подростки действительно суперсовы некоторые. Но чаще всего бывают по-другому. Человек находится в состоянии постоянного стресса, в постоянном напряжении. Он ложится спать напряженный. И сам себе не дает уснуть. Он уже не отдает себе отчета о том, что у него это напряжение идет. А это мешает ему заснуть. Потому что для того, чтобы заснуть, нужно включить расслабление. Чтобы те части мозга, которые отвечают за расслабление, чтобы они взяли контроль над всей нервной системой. И в итоге произошел переход со сном. Некоторые люди не спят. Вот, например, тоже люди, которые там привыкли, как-то так выстроились их внутренние ритмы, что они работают допоздна, а потом отсыпаются. Тоже ведь неполезная и нездоровая история. Ну, если они при этом получают достаточно сна, если они вот эти хотя бы 7 часов получают, в принципе, они имеют право. Их организм за это время восстанавливается. Видите, они получают потом выходные, а не в этот день. А вот отсыпаться в выходные, это тоже хорошо, если высыпаться. Это лучше, чем не высыпаться. Но это не компенсирует ту нехватку сна, которую человек за 5 рабочих дней и 5 рабочих ночей получает. То есть это меньше и зол, но лучше все-таки каждую ночь спать вот эти вот 7 часов не меньше. При том, что, опять же, диапазон от 7 до 9. То есть у одного человека индивидуальная норма сна, например, 7 часов 20 минут. У другого человека индивидуальная норма сна 8 с половиной часов. И если он будет спать 7 часов в течение рабочего дня, он все равно по полтора часа будет каждую ночь терять. Поэтому неплохо бы для себя определить вот эту собственную внутреннюю потребность в сне. Это просто хорошее самочувствие, когда ты просыпаешься с ясной головой, когда у тебя есть ощущение, что вот все полноценно, ты отдохнул и душой, и телом. Да, это, во-первых, можно такой эксперимент провести, кстати, вот, чтобы вычислить свою продолжительность сна, как это можно сделать. Ну вот, надо пойти в отпуск, какое-то место поехать, где нет каких-то обязательств, там рано вставать, там куда-то бежать, да, и не раньше, чем на второе, лучше, чем на третьей неделе, вот уже начать этот эксперимент. То есть зафиксировать время укладывания, чтобы ложиться каждый день, например, в 11 часов, в 12 часов. А утром уже не ставить будильник и просыпаться как получится. И вот уже после того, как пройдут эти две недели, когда вы выспите, то нехватку сна, которую вы накопили за рабочие полгода, там или за год, да, вот тогда-то раскроется собственная вот эта потребность в сне, и вы с удивлением обнаружите, что вы будете, если в одно и то же время ложиться вечером, то утром вы всё время в одно и то же время будете просыпаться, потому что ваши циклы сна в это время прокрутятся, и вы выйдете в поверхностный сон как раз вот в эти утренние часы и обратно уже не зайдёте. Как всё-таки можно настроить свой сон, как им управлять, как улучшить качество сна? Потому что вы сегодня неоднократно сказали о том, что если человек осознаёт, что у него есть, а часто мы не осознаём. Вот, например, я, когда переезжала в новую квартиру, я убрала из спальни телевизор, вот чтобы его не было вообще, не создавать условия для того, чтобы можно было лечь, и вот всё время у тебя, ты проснулся, телек, засыпаешь под телек. Телефон, телефон надо убрать. И сейчас мы стали оставлять телефоны в другой комнате. Да, да. Например, да. К этому мы все приходим. Вот как можно управлять качеством сна? Основные какие-то вещи. Значит, первое – это установление одного и того же времени отхода ко сну. Это трудно добиться, но это важно на самом деле. Всё равно нужно приучать организм к засыпанию в определённое время, потому что в головном мозге есть клетки времени. Это доказано, да. И можно действительно, даже если потренироваться, можно научить себя вот в одно и то же время просыпаться, или там через фиксированные интервалы времени там что-то делать. Второе очень важное правило – это обеспечение переходного периода между бодрствованием и сном. Это прям очень важно. И это пандемия, опять же, очень показала хорошо, когда люди стали сидеть дома на удалёнке. Да, вроде бы никаких стрессов меньше у них стало, по крайней мере, там, производственных, да. И время занятия домашними делами больше. И постели они стали проводить больше, а спать они стали хуже, потому что исчез вот этот фактор перехода из рабочего состояния в домашнее состояние. Они всё время на работе оказывались, они, или наоборот. Вот, да. И вот на второе место по важности для обеспечения качественного сна я бы поставил вот эту необходимость этого перехода. То есть хотя бы за час до сна нужно прекратить вот какую-то такую активную деятельность мозговую. Вот. Ну, что значит активная деятельность? Это там напряжённые какие-то там разговоры, споры, да. Переводить организм в режим такой... Это и деяния, и мысли об этом. Потому что если ты не сидишь за компьютером, ну, ты прогоняешь, не знаю, сегодняшнее интервью или какую-то ситуацию. Это работа. Нет, это работа. Это работа. Это всё время в ключе. Не нужно работать. То есть нужно ментально уметь... Переключаться. Переключаться. Нужно всё-таки найти для себя какую-то отдушину, которая позволяет уйти в другой мир, да, переключиться, да. Я вообще большой сторонник просмотра телесериалов на самом деле. Вот. Я хотела спросить сериальчик. Да. Хотя научных данных... Я до сих пор специально эту литературу мониторю. Думаю, когда же учёные поймут, что это работает. Вот одну статью я только нашёл, итальянскую, о том, что немножечко во время пандемии, да, вот было отмечено вот это положительное влияние регулярного просмотра сериалов в семьях. То есть когда не один человек вот с семьёй собираются, смотрят на уровень тревоги. То есть эти семьи как-то спокойнее переносили вот этот вот период пандемический. И я думаю, что это подтвердится в дальнейшем. Потому что сериал – это некий ритуал, да. Это вот примерно один сеттинг. Ты не ждёшь там уж чего-то особенного. Тебе не нужно каждый раз вот вникать в новые там особенности там мира этого сюжета, да. Ты встречаешься со своими виртуальными друзьями. Это такой ритуал, который подготавливает. И ты знаешь, что после сериала, то, собственно говоря, можно пойти поспать там или подготовиться ко сну и поспать. И я считаю, что это недооценено, конечно. Да, конечно, разного содержания бывают сериалы, но всё-таки мы говорим о неком таком вот спокойном времяпровождении. Знаете, Михаил Гурьевич, я думаю, что сейчас большинство нашей аудитории вам аплодирует, потому что, наверное, этот метод появился каким-то волшебным образом, и его люди придумали сами для себя. Да. Он уже существует, осталось только науке его зафиксировать. Ну, это ритуализация, которая позволяет сохранять психическое равновесие. Это вечерняя молитва для верующих людей. Это тоже вот ритуал, который позволяет переключаться. Медитация, да? От суетного к высокому переключиться. Медитация... Есть даже специальные медитации. Ну, это так утомительно. Но, опять же, кто будет этим заниматься? Каждому своё. Потому что ко мне тоже приходят, говорят, доктор помогает, йога помогает, конечно. А вот тренинг помогает? Помогает. Майндфуллнес помогает? Помогает. Только как вы научитесь этому? Вы знаете, сколько на это надо затратить времени, и потом вы будете ещё постоянно этим, не глупостью, этим важным делом заниматься. Вот, я не верю, честно говоря, что вот некий стандартный человек, так сказать, ну, освоит это в досрочности. Например, если человек практикует медитацию вообще, она в его жизни, тогда он может... Медитация у него есть на что-то, и он может пользоваться вечером. Ну, а обычному человеку ничего не даст. Ну, я вот врач, да, вот ко мне приходят разные люди, вот не приходят ко мне люди, вот, которые практикуют медитацию. Они, наверное, такие здоровые, что просто... Наверное, я понимаю, да. Да, наверное. Да, мы говорим о том, как можно улучшить качество. Да, значит, вот первое, значит, время укладывания одно и то же. Второе – это обеспечение вот этого переключения. Важно для детей, я бы это окошко переключения расширил до двух часов. Всё-таки дети более возбудимые, да, вот отбираете у ребёнка телефон за два часа до сна, называется. Так. Да, вот, значит, на втором месте вот это переключение. Третье. Что бы я поставил на третье место? Ну, условия сами. Ну, условия... Температура, например. Да нет. Все говорят, свежий воздух, с другой стороны, чтобы одеяло и постель были тёплыми. Что вы об этом думаете? Это важно? Или это настолько индивидуально, что подберите просто то, что вам лучше? Да, наверное, на третье место я бы это поставил, но не с той точки зрения, что это какие-то особые световые условия, материалы. Я бы на третье место поставил ощущение психологического комфорта. То есть если вы вот в вашем любимом месте находитесь, привычном, да, если у вас там предметы, которые вы с любовью выбирали для своей спальни, да, матрас этот, который вы там в интернете несколько часов читали, описание там с пружинной подвеской, независимой, латексом, кокосом, там пенный матрас, и потом с чувством глубокого удовлетворения его купили за огромные деньги, да, ну, конечно, вы будете на нем хорошо спать, вам комфортно, вам приятно. То есть вот для сна очень важно вот это ощущение психологического комфорта. Оно важнее на порядок, чем вот этот свет, чем жум и так далее. Вот здесь нужен психологический комфорт. Я бы поставил это на третье место, действительно. Вы уже сейчас только что сказали, что, например, световой режим не так важен. А как же выработка мелатонина? Да, световой режим важен. Этих исследований до сих пор полно идет, потому что, ну, вот эти такие крупные производители, там, и мелкие производители электроники все время пытаются найти или создать вот гаджет для улучшения сна. И вот эта идея, она действительно работает. Идея защиты мелатонина, уменьшение количества света, особенно синего спектра, она доказана научно. Но если говорить о, так сказать, об относительном эффекте этих влияний, то вот психологический комфорт, он отвечает за 90% качества сна, а все остальное за 10%. Вот если у вас нет психологического комфорта, вы хоть эти очки желтые носите хоть весь вечер, который фильтрует синий свет, все равно вы не заснете, потому что вам плохо, у вас стресс. Но с другой стороны, если у человека все более-менее неплохо, тогда он задумывается действительно, может быть, ему как-то еще улучшится. И тут возникает эта история про уменьшение светового потока, действительно, про фильтрацию света синего спектра, потому что действительно показано, что наши внутренние часы реагируют в основном на свет синего спектра. Что это значит с практической точки зрения? Это значит, что если вы сидите долго перед экраном компьютера, даже белым, который так синим не светит, казалось бы, но в этот экран подсвечивается светодиодами, которые светят таким холодным белым светом. А холодный белый свет, он содержит в себе много очень света синего спектра. И наши внутренние часы все время получают информацию, что... Не спать. Что сейчас день, что еще спать рано. Если бы компьютер был выключен, да, они бы отреагировали, что уже снизилась освещенность, да, и они начали раздавать уже сигналы организму на то, чтобы готовиться ко сну, чтобы начиналась выработка мелатонина, вот этого гормона сна, и мы действительно легче бы вошли в сон. Сейчас эта тема до сих пор обсуждается, все время предлагаются новые гаджеты фильтрации, предлагается включать в компьютерах обязательно все операционные системы. Сейчас содержат эту возможность переключения в определенное время, например, в 19 часов подсветка перешла из такого нейтрального тона в желтоватую. Чем больше желтого, тем меньше синего. Я, например, ставил себе вот это переключение, но очень раздражает, когда ты весь день работаешь на экране нейтральным, а потом вечером ты должен сперить желтым. То есть, с одной стороны, да, это может помочь сну, но вот это раздражение, оно только ухудшит сон на самом деле. А скажите, как связаны, например, сон и еда? Сон и ужин? Хорошо, связан в том плане, что на голодный желудок засыпать не стоит, да, потому что ощущение голода через усиление выработки гормона орексина, который отвечает за активацию центральной нервной системы, в итоге препятствует засыпанию. То есть, этому есть научное объяснение. То есть, голодным не надо ловиться. Ну, переевшим можно ли лечь спать? Да, в принципе, можно, если нет проблем с рефлюксом, да, когда изжога идет, который тоже мешает засыпанию. А вот если умеренно кушать, да, то это будет полезно для сна или вредно перед сном? Оказывается, полезно. Оказано, что сладкая, высококалорийная пища немножко улучшает засыпание. Сладкая, высококалорийная. Увы, увы и ахта. Боже мой, что мы, друзья, слышим? Пять лет существования канала. Нужно, в общем, переписывать какие-то части интервью. Вот, ну, мы же говорим про сон, но не про влияние на другие. Да, у меня был такой вопрос, почему у многих инстинктивно возникает вот это желание перед сном чем-нибудь таким закинуться вредненьким? Ну, это другая история, это история про заедание стресса. Все-таки чаще всего вот в условиях такого общества индустриального, точнее, постиндустриального, мы все равно имеем вот этот стресс и инстинктивно мы тянемся к способам снятия этого стресса, а заедание это известная возможность, потому что, когда мы потребляем высокоуглеводистую пищу, это определенным образом усиливает синтез серотонина, гормона радости, гормона расслабления, который в итоге этот стресс немножечко уменьшает. То есть здесь не за счет прямого действия на сон осуществляется этот эффект, а за счет того, что человек немножко расслабляется и действительно тоже немножко лучше рассыпается. Релакс как следствие сон. Да, но и есть, скорее всего, прямое действие на сон, потому что был эксперимент, когда людям здоровым и без стресса тоже давали вкусную пищу перед сном и они лучше засыпали. Например, если я последую такой рекомендацией, то мне будет нехорошо спать. Я люблю, когда ужин достаточно легкий, когда нет углеводов, когда это запеченные овощи или какой-то вид легкого белка. Вот замечательный ужин. Для меня, Все можно посчитать. Все калории можно посчитать. Мы знаем, что полторы тысячи калорий для женщин, две тысячи для мужчин. Вот, пожалуйста, считайте и можете позволить себе конфетку перед сном, если укладываетесь в эту калорийность. Как еще связаны, например, дыхание и сон? Во-первых, во время сна могут случаться вот эти задержки дыхания. Это болезнь апноэ во сне, про которую я говорил. А можно ли наоборот, через правильное дыхание улучшить сон? Ну, это вариант, один из вариантов медитации. Прислушиваться к собственному дыханию, шесть дыханий в минуту, там есть техники, то есть уменьшать количество дыхания. Замедлять его, да? Вот, например, это вполне себе техника, если человек проснулся, не может уснуть больше вот этих трех минут, о которых вы говорите, что это уже проблема. И он через дыхание может себя вернуть в сон. Да, действительно доказано, что дыхательные практики тоже помогают и в отношении борьбы со стрессом, и в отношении депрессии, и в отношении сна тоже они улучшают. Но это все имеет такую высокую цену в том плане, что, чтобы правильно научиться это делать, надо потратить массу времени, честно говоря. Да ну что вы, ну какая же масса времени? Правда, я вот не занимаюсь прям дыханием, дыхательными практиками отдельно. Но был опыт, я получила этот инструмент, который я могу использовать тогда, когда мне нужно не проводить за этими занятиями утром, днем и вечером, мне нет на это времени. Но ты получил этот опыт, ты попробовал, это действительно работающая система. Что это значит? Что, например, вдох на четыре счета можно с остановкой, а можно без остановки дыхания, выдох длиннее должен быть. Ну я думаю, что здесь плацебо, эффект в основном работает. Когда человек чем-то занимается, он думает, вот какой я молодец, я это освоил, мне теперь это поможет, ему это помогает. Это называется плацебо-эффект. А я очень хорошо отношусь к самообману, если он имеет результат. Тем более, что сейчас, когда говорят о нейропластичности, о том, что мы с помощью своих настроек можем значительно помогать себе. Да, доказано, что изменения в головном мозге происходят даже при приеме плацебо. Согласен. Я хочу воспользоваться случаем и проконсультироваться. У вас сейчас действительно очень много разных гаджетов для улучшения качества сна. Я просто хочу пройтись по каким-то основным, по топовым. Да. Что вы скажете? Ну, конечно, ортопедические подушки. Да, замечательно. Да, вот. Это больше связано с тем, насколько положение тела комфортно в том или ином случае? Или это на качество сна может как-то влиять? Это влияет на психологический комфорт, который определяет потом качество сна. То есть не доказан эффект ни одного типа ортопедических подушек на сон, да. Это за счет плацебоэффект работает. Человек выбирает эти подушки, тратит массу денег, потом убеждает, что он не зря эти деньги потратил и лучше спит. Ты, пожалуйста, кто против? А вот это наполнение подушки, это важная история? Пухли? Никто не доказал это. Или это лузга какая-то? Что это? Тоже не доказал это. Не было проведено исследование, что гречишные подушки лучше, чем этих самых пенных подушек, которые наполнены пеной. Ну, потому что, чтобы провести настоящие исследования, которые что-то докажут, нужно затратить огромные деньги, 200 миллионов рублей, например, на эту подушку надо на исследование, чтобы нормально научным образом доказать, что она лучше, чем подушка другая, плохая подушка. Какая нормальная компания будет за 200 миллионов рублей проводить исследование, которое может показать, что ее подушка не лучше? Никакая. Лучше мы в рекламу эти не 200 миллионов, а 2 миллиона рублей вложим и продадим этих подушек потом вагон. Значит, редакция не несет ответственности за мнение гостя. Ну, я как эксперт могу сказать, что таких исследований нет, которые бы доказали, что какие-то подушки действительно оказывают положительное влияние на сон. Вы знаете, здесь может быть какой аспект, вот дальше мы пойдем, например, матрас, тот же матрас. Мы можем говорить о качестве сна, что, возможно, ортопедический матрас, это вообще не про то, что ваш сон стал более глубоким, что вы быстрее ныряете в этот глубокий сон. Может быть, это просто про положение положение тела, это уменьшение внешней и внутренней стимуляции. То есть, если правильным образом расположено тело на этом матрасе, то вот эта импульсация от связок, от суставов, она действительно может уменьшиться, и действительно это может способствовать лучшему засыпанию. Вот такого рода теоретическая посылка есть, и я с ней соглашусь, потому что в свое время я, будучи студентом еще и ординатором, участвовал в экспериментах космических, вот есть в Москве Институт медико-биологических проблем, и там просто мы студентами подрабатывали на экспериментах, когда имитировались условия космических полетов. И один из экспериментов назывался «Иммерсия», когда тебя укладывали в бассейн, на котором сверху на воду клали пленочку, и на этой пленке ты должен был, ну, разное количество времени, так сказать, можно было лежать. Я на сутки, по-моему, подписался на этот эксперимент, да, сутки нужно было провести вот в этом бассейне. Ну, тебя там кормили, показывали тебя. Ну, это как водяная кровать есть, да? Да, это к вопросу о водяной кровати. Да. Это ужасный был опыт. Почему? Потому что, оказывается, вот когда все тело расслаблено, начинают настолько вот эти связки мышцы и другие части тела болеть, и ты не можешь найти удобного положения, потому что как бы ты ни поворачивался, ты подтапливаешься, да, и тебе становится еще хуже, да. И вот эта вот избыточная мягкость матраса, избыточная приспособленность их, так сказать, к положению тела, это на самом деле плохо. А в водной кровати получается еще хуже, потому что я вот, я сам на себе это испытал, да. Но это меня убедило в том, что действительно есть влияние правильного положения тела и вот меньшей вот этой вот стимуляции внутренних рецепторов на качество сна, но оно не доказано. Нет исследований. Что вы скажете про белый шум и генераторы белого шума? Белого, розового, коричневого? Да, всякий шум, но это фокусы такие уже физиков, да, не лириков, а физиков, когда они придумывают, что-нибудь говорят, а вот это будет лучше. Давайте сделаем эксперимент. Вот это будет шем, так называемый, симуляция, а это будет белый шум. И мы посмотрим, как изменится сон. Мы опять идем вот в эту печальную образ, потому что, чтобы провести хорошее исследование, которое что-то докажет, ну, нужно массу затратить времени, усилий специалистов и финансов, потому что я уже говорила о своем удивлении, о том, что на самом деле вред нехватки сна доказан для очень небольшого количества заболеваний. И это огромных просто ресурсов потребовало, чтобы даже это доказать. Доказан эффект беруши, да, доказан. Есть исследования, что беруши действительно помогают. Вот можно использовать, я как врач рекомендую. Доказан эффект вот этих вот наглазничных масок. Масок. Доказан вот в реальных исследованиях. Пожалуйста, используйте. А про белый шум, к сожалению, Я про маску просто могу подписаться. У меня сон чувствительный, у меня и шторы блэкаут. И особенно, когда такой весенне-летний сезон, когда ранние рассветы, то у меня вот эти слом циркадных так называемых ритмов в 5 часов ты просыпаешься, ты выходишь из глубокого этого сна, и потом тебе нужно больше усилий, чтобы вернуться туда. И вот я стала, я сделала мониторинг и перепробовала очень много масок для сна, нашла свою, и теперь вот это качество сна, оно всегда со мной. Что здорово, что ты в любое путешествие берешь, и у тебя всегда вот этот блэкаут в полет, в путешествие, в отель, в любой ситуации качество сна стало... Для меня маска для сна стала главным атрибутом, вернее, главным средством поддерживать качество сна. Да, действительно работает, хотя здесь вопрос культуральный на самом деле. Все-таки эти маски, они очень распространены в Соединенных Штатах, Америки, в Европе, европейцы. В России как-то нет традиции использования этих масок, но нет в массовой культуре, это не обыгрывается. А там же в других странах они постоянно в этих фильмах видят актеров, которые пользуются масками, а в наших фильмах этого не было, у нас не принято это было. Я думаю, поэтому, может быть, для российского человека эти маски не будут так эффективны, как для западных пациентов, потому что исследования, которые доказали эффект этих масок, они тоже проводились там. А все-таки такие исследования есть? Они есть, они реально есть и реально помогают это, да, то есть я тоже в этом уверен. Есть еще такой браслет для мониторинга сна, который считает как раз показательной длительности фазы глубокого и быстрого сна. Очень много этих браслетов, да. Это вообще дельная какая-то затея? Ну, вообще я очень, не то, что много надежд на них возлагал, я верю, что уже довольно скоро технологии достигнут такого расцвета, что они смогут, эти браслеты смогут показывать сон. В настоящий момент эти браслеты не показывают ни глубокий, ни поверхностный сон, да, и они очень большую ошибку дают даже в оценке просто времени сна. Ну, вот мы один из самых дорогих гаджетов, это кольцо как-то тестировали, там ошибка была, при сне в 7 часов кольцо нам неправильно сон показало на полтора часа. Ну, что это такое? Пока, к сожалению, эти гаджеты не точны, но очень быстрой технологии совершенствуются. Вот те гаджеты, которые мы используем в профессиональной деятельности в научных исследованиях, они называются актиграфы, они тоже похожи на наручные часы, но такие более крупные. Вот, и если, скажем, обычный гаджет стоил сколько-нибудь, тысячу рублей тогда, то вот эти часы стоили 300 тысяч рублей, да, их точность составляет 85%, не 100%, да, понимаете, что за такие деньжищи ты еще только на 85% уверен, что тебе показывает сон, и они ни в коем случае не претендуют на показ стадии сна, они вообще у них недостаточно мощность. Поэтому вот эти гаджеты пока еще недостаточно точные, но я уверен, что буквально через 5-10 лет они будут точными. Так, куда сейчас идет вектор в смысле каких-то технологий улучшения качества сна? Ну, я смотрю, в электронику, конечно, во многом это идет, но сначала вот последние, скажем, предыдущие 10 лет это вот в психологию, когда было доказано вот фактор плацебо для сна, вот эти различные психологические методики, когда их эффекты были доказаны для сна, вот этот метод когнитивно-поведенческой терапии внедрялся, там прямо вот было засилие психологов. А сейчас я смотрю, вот в моей области, вот сейчас действительно все больше и больше мы возлагаем надежды на появление новых гаджетов, хоть я их не люблю, не верю им сейчас, но я верю, что они будут эффективны для сна. И наиболее перспективным направлением, например, есть методика транскраниальной магнитной стимуляции, но это уже для лечения настоящей бессонницы, когда определенные зоны мозга стимулируются таким импульсом и подавляется их избыточная активность. Сейчас как раз мы работу такую диссертационную делаем. Есть тоже научные исследования, в которых я тоже участвую, по стимуляции мозга светом во время сна. Это может быть перспективным, во всем мире тоже этим занимаются, потому что было показано 10 лет назад, что именно во время сна ускоряется выведение из головного мозга всяких вредных веществ, шлаков. Действительно, во сне в полтора раза быстрее шлаки выводятся из мозга, чем бодрствовнее. И вот если этот механизм открыть, а сейчас многие ученые занимаются попытками его открыть, тогда мы, может быть, сможем либо таблетку, либо вот этот метод электронный разработать, чтобы, собственно говоря, из мозга быстрее эти шлаки вымывались, и чтобы мы были более эффективны, и чтобы болезнь Эльцгеймера не развивалась, и чтобы вообще у нас все летало. Коля, вы сказали слово таблетка, расскажите нам про снотворное. Снотворное? Про современные снотворные, как вы к ним относитесь? Во-первых, снотворный должен выписывать врач, а не человек, который посмотрел замечательный канал. Но я часто отвечаю на вопросы про мелатонин, потому что мелатонин имеет такой двойственный статус у нас в Российской Федерации. С одной стороны, мелатонин входит в состав настоящих лекарственных средств, которые только по рецепту врача выписываются, а с другой стороны, он в виде БАДов тоже абсолютно досупен, без всякого рецепта его можно купить, заказать. И вот можно пить каждому человеку мелатонин или нельзя? Я, как врач, считаю, что нельзя, потому что все-таки мелатонин – это гормон. Да, действительно доказаны положительные эффекты мелатонина. Например, показано, что мелатонин стимулирует иммунитет, повышает, ну что, яйценоскость кур, увеличивает отношение размера крона к длине корней у растений. У него много функций, да. Ну и в том числе он еще влияет на биологический ритм у людей. И он является, кстати, его использовали, еще пытались использовать в качестве противозачаточного средства, потому что он влияет на репродуктивную систему. Там не достигли стопроцентной эффективности, от него отказались. Вот. Но мелатонин действительно влияет на внутренние часы. В норме у человека выработка мелатонина начинается вечером, где-то в диапазоне от 20 до 22 часов у каждого из нас начинается выброс мелатонина. Когда выброс мелатонина начинается, он растекается по всему организму, попадает во все клетки нашего организма и дает им сигнал, что наступает ночь, что пора им немножечко успокаиваться. Даже летом? Всегда. Да. И даже если нет света никакого, он все равно включится в это же время. Потому что есть... Или наоборот, когда светло, тоже включится. Тоже включится. Есть механизмы, которые все равно, так сказать, даже в условиях полярной ночи или там полярного дня все равно включают этот механизм. То есть мелатонин это не средство для сна, это средство для биоритмов, это посланец темноты. Он как бы доносит ту информацию, которая приходит в наши глаза, до тех клеток организма, у которых нет глаз. Вот. И дает им сигнал, что им нужно немножечко расслабиться и переключиться в ночной режим. И поэтому действительно прям доказаны эффекты мелатонина на сон положительные, что препарат, содержащий мелатонин, может немножко ускорять засыпание. И вот этот эффект мелатонина считается таким наиболее мягким, наиболее физиологичным, потому что он не глушит просто нервную систему, а он обманывает нервную систему. Он идет с другой стороны, немножечко переставляя внутренние часы. И доказаны положительные эффекты мелатонина, например, при расстройстве в биологических ритмах, когда человек быстро перемещается из одной временной зоны в другую, джетлаг так называемый. Там действительно препараты мелатонина ускоряют это приспособление, опять же потому, что человек таким искусственным образом подтягивает в нужном направлении свои внутренние часы. То есть да, мелатонин это хорошо, это такой вот относительно безопасный агент, но я считаю, что это гормон, что его должны назначать врачи. А другие препараты, они вообще только по рецептам выписываются. Какие расстройства сна снотворные решают и какие нет? Ну, я специалист по сну. Каждый день я лечу людей с нарушениями сна. Снотворные я выписываю очень редко, ну вот прям очень-очень редко, потому что они не устраняют причины, они дают человеку возможность дотянуть до чего-то, до какой-то точки там, да, они дают возможность пережить острый стресс, когда действительно человек трясет, когда ему срочно нужно помочь. Да, то есть тогда снотворные я назначаю, но в основном я ищу причины нарушения сна и работаю с ними. То есть несмотря на то, что снотворные так красиво называются, что они дают сон, они не вылечивают, к сожалению, да. Мелатонин, это не снотворные, это регулятор биолитма, это уже интереснее. Лекарственные травы, да, вот. Например, да. Например. БАДы есть, да, триптофан, магний, да, там. Ну да, ну я говорю, плацебоэффект никто же не отменял. Все-таки. Вот, ну, вот взяли все исследования, где фигурировала валерьяна, препараты валерьяна, и посмотрели, насколько отличается эффект препаратов валерьяна на сон, вот, улучшают он сон или ухудшают, ну, улучшают, наверное, предполагают, да, по сравнению с эффектом плацебоэффекта. И оказалось, что эта разница, она составила где-то там 0,7%, то есть вообще никакой, никакой разницы не было между эффектом валерьяна и эффектом плацебоэффекта. То есть когда мы пьем таблетку валерьяна, мы пьем плацебо. Ну, нам от этого лучше становится? Лучше. Ну и хорошо, я за. Какие-то другие травы, у которых все-таки доказанный эффект есть? Ну, вот, получается, что эффекты не доказаны, но по механизму действия мы предполагаем, что они могут дать эффект. Кроме валерьяны, пустырник, конечно, из таких вот мелисса, лимонная мята, как популярное средство, успокаивающая. Ромашка, ну, все-таки она, я считаю, послабее будет в отношении этих тоже сомнительного эффекта трав. Ну, некоторых людей все-таки в большей степени ромашка тоже успокаивает. Боярышник, пион настойка, да. Такая настойка, люди старших поколений знают, ВКПБ. Вильяна, карвалол, боярышник, все там еще, пустырник. Да, но там главный ингредиент, конечно, это карвалол, потому что в карвалол входит вот это очень сильное снотворное, которое сейчас уже, по-моему, без рецепта никак нельзя достать, фенбробитал, поэтому секрет этой чудесной настойки не в валерьяне вовсе был. Например, какие-то седативные напитки, типа немножечко порция алкоголя, теплого молока. Алкоголь. Замечательный, да. Алкоголь обладает замечательным снотворным действием, потому что он действует на те же самые рецепторы, на которые действуют настоящие снотворные препараты. Если бы у алкоголя не было других нежелательных эффектов, да, развития алкоголизма, снижение эффекта, пагубное влияние на внутренние органы, он был бы идеальным снотворным, потому что он еще успокаивает как-то, веселит. Но вот у него есть много еще своих минусов. Насколько способствует хорошему сну, качественному сну физическая активность? Абсолютно доказано, что способствует. Это не плацебоэффект, это настоящий эффект. Вот эта прогулочка после ужина, да? Нет, но это настоящая физическая активность. Это уж не прогулочки эти ваши, это кручение тренажера, стиснув зубы в течение 40-60 минут. А прогулочка не поможет? Поможет, но не за счет физической активности, а просто за счет вот опять же некого такого психологического переключения. Ну тоже хорошо. Как тоже связан сон и наше когнитивное здоровье? Вот для взрослых людей как раз очень важно это. Да, но это давно достаточно было доказано. Это было доказано ровно 100 лет назад, кстати, что сон после заучивания бессмысленных последовательностей слогов, это вот эти эксперименты Бенгауза и его последователи, вот если после этого поспать, то заучивается больше 50%, а если не спать, то заучивается там порядка 10% этих текстов. Ну когда пытались вообще бессмысленные тексты заучивать. То есть сон действительно, он был давно доказан, что он способствует закреплению информации, лучшему запоминанию. Вот и во всех этих отношениях это называется когнитивные функции, то есть то, что позволяет нам взаимодействовать с окружающим миром, узнавать что-то новое. В отношении когнитивных функций абсолютно доказано, что сон улучшает. Да, другое дело, что, наверное, можно как-то переформулировать, насколько снизится эффективность человека в этих сферах, если он не будет получать достаточного сна, скажем, если он будет ограничивать время сна на 1-2 часа. Я думаю, процентов на 20. Это вот мое внутреннее ощущение, которое основано на том, что я знаком с этой литературой и сам на эту тему статьи писал. Где-то 20% вы потеряете эффективности, поэтому не стоит жертвовать сном. Михаил Горьевич, а у вас случается расстройство сна? Да, конечно, у меня тоже случается нарушение сна, но я как профессионал к ним отношусь спокойно, потому что я знаю, что делать в этом случае. И я считаю важной своей частью задачи как раз и донести до людей, что они тоже могут, зная, как устроен сон, они тоже могут быть потом в безопасности от эпизодически случающихся нарушений сна, потому что они будут понимать, что при этом делать. Вот эта вот история с циклами сна, о чем она, например, говорит? Она в том числе говорит о том, что если вы проснулись ночью, не можете заснуть, не надо впадать в панику, там скакивать, пить молоко скорее, там еще что-то делать, да, вы вспомните, что сон повторяется каждые полтора часа. И, вероятно, вы проснулись, когда ваш сон стал поверхностным, но все равно пройдет меньше, там, полсорока минут, через полчаса все равно наступит вот это углубление. Поэтому вы просто полежите, дождитесь вот этого провала, и вы, естественным образом, заснетесь. То есть знание — сила, да, и если мы действительно обращаем внимание на причины, на какие-то механизмы, явления, мы тогда сможем и управлять им. Спасибо вам большое. Вы нам сегодня дали много новой информации, инструментов, которые отчасти мы повторили и узнали много нового. Спасибо большое. Спасибо. Друзья мои, сегодня с нами был Михаил Гуревич Плектов. Мы говорили о здоровье и качестве сна. Пожалуйста, делитесь в ваших комментариях, что вы взяли из этого разговора. И до новых встреч и берегите себя. Пока. Субтитры подогнал «Симон»